Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой, но очень полезный урок. Думаю, что многие из вас знают об этих приемах, о которых пойдет речь в этом уроке. Ну, а возможно, кто-то и не знает, и им будет это в новинку. В этом уроке я вам расскажу, как работает корректирующий слой кривые в режиме наложения яркость и цветность. Ну и давайте начнем наш маленький урок. Фотография снята на профессиональную камеру, профессиональным фотографом. На фото присутствуют очень яркие краски, но, как видим, все слилось. Рефлекс зеленый зашел на кожу, кожа у девушки позеленела. И давайте сначала зайдем в профиль камеры. Вот на, если проставить профиль ландшафт, да, фон заиграл, но девушка оставляет желать лучшего. В общем, какой профиль не попробуй, все вместе здесь откорректировать не получится. Значит, тогда сначала правим фон, а затем будем выправлять девушку. Итак, работаем в камере RAW, делаем настройки и обращаем внимание сейчас, так как мы разделили обработку в конвертере на две части, только на фон. Настраиваем зелень зеленую. И регулируем пурпур. Синий. Смотрите, чтобы у нас не было синие дорожки позади девушки. Но, посмотрите, если прибавить, у нас синие, как и на кофточке, и на дорожке проявляется, поэтому в насыщенности синие убираем. Смотрим до-после, зажимаем Shift, открываем изображение в программе в виде смарт-объекта. Встанем на слой с изображением, правой кнопкой мыши вызовем меню и выберем «Создать смарт-объект путем копирования». Два раза нажмем на квадратики на слое со смарт-объектами, опять зайдем в камеру RAW. И уже при обработке обращаем внимание на модель, на девушку, на кожу, на волосы, на одежду. Два раза также желаем. Два раза уже не дошло. Два раза. На все смарт-объекты, соответственно, выкладываем в камеры. Два раза. Два раза. Два раза. Два раза. Два раза. Два раза. нам совсем нравится как выглядит наша модель мы открываем изображение фотошопе закроем этот слой черной маской для этого включим маску возьмем инструмент заливкой сделаем цвет переднего плана черный и один раз кликнем по изображение в любом месте и посмотрите у нас этот слой со вторым преображением в камине рак спрятался белой кисточкой проявим по модели юбочку я решила не трогать сделаем композитный слой и далее у нас проработка тона но перед этим сделаем кадрирование изображения с помощью корректирующего слоя кривые и выделение светов с помощью внешнего канала мы уберем с вами корректно и точно пересветы открыли корректирующий слой кривые встали на маску идем изображение внешний канал в окошке слой выбираем низ лежащий композитный слой посмотрите какие значения проставлены в окошках режим наложения умножения кривую затемняем тянем вниз средних тонах и немного опускаем в светах закрываем кривую и посмотрите у нас на маске проявлены только цвета складываем кривые в папочку и на папку мы одеваем маску заливаем ее черным цветом возьмем белую кисточку и восстановим пересвеченные моменты на изображение таким же образом друзья вы можете проявить и тени только когда мы переходим в панель внешний канал вам нужно поставить галочку инверсия и у вас тогда по маске проявятся тени ну и конечно кривую уже не опускать средних вниз а поднять вверх осветлить тени и также по маске их проявить далее я вам покажу и расскажу про режимы наложения при работе с кривой если мы хотим работать с тоном вот открываем корректирующий слой кривые если мы хотим работать с тоном мы переводим кривую в режим яркость при данном режиме кривая затрагивает только тон то есть света и тени какой бы канал вы не включили красный зеленый синий да либо с ржб яркостной кривой мы работаем но мы работаем сейчас только со светами и тенями цвета мы сейчас в данном режиме не трогаем вот это друзья вы должны запомнить если мы хотим работать с цветами и тенями в любом канале вот посмотрите мы сейчас в красном цвет у нас не меняется у нас только меняется светлота и темнота красных зеленых цветов если мы хотим работать с цветом мы переведем кривую в режим цветность и вот здесь да мы уже будем работать с цветом и по канально и также в яркостной кривой почему вы спросите не работать бы в обычном до режиме вы попробуйте и посмотрите и разницу вы увидите это будет очевидно в режиме цветность на корректирующем слое кривые мы можем более корректно изменять цвета ну давайте вот перейдем для наглядности в обычные и посмотрите вот да вот яркостная кривая она и цвета и тона она все затемняет все осветляет все как говорится под одну гребенку также вот смотрите в канал и переходим вот красный вот он зеленый вот он ярко выраженный просто на все он не выбирает да как-то оттенки выборочно не работает а просто краснит зеленит все но мы не исключаем режим обычные мы в нем все-таки работаем вот как в данном случае сейчас мы поднимем в тенях синий и создадим такую голубоватую дынку на изображении средних мы поставим точку закрепим кривую и в светах поднимем слегка вверх добавив желтого мы работаем сейчас в режиме обычные посмотрите вот так приятно изменилась фотография но и и вот в общем то все такой небольшой приемчик работы с кривыми я вам и хотел друзья рассказать в этом небольшом уроке к уроку прилагается данная psd обработка чтобы вы могли детально по слоям друзья рассмотреть как же делалось это ретушь как работала я со светами с тенями с цветами с тонами и оттенками данный psd файл можно скачать с нашего сайта вам стоит лишь нажать на кнопку материалы под видео уроком непосредственно на странице с самим уроком здесь все по слоям еще раз повторюсь друзья он весит немного скачайте все детально рассмотрите надеюсь эта информация также будет вам не лишним смело задавайте вопросы по данному уроку всегда рада буду на них ответить и спасибо вам большое за ваше внимание и всего доброго вам и до новых встреч